Там у нас жадки находятся от комбайнов, да, мы их все отцепили. У нас помимо зерновых также на всех комбайнах есть подсолнечниковые жадки специальные. Виталий Ульянкин, молодой руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, знакомит гостей из города со своими владениями в селе Никольское Казакова. КФХ организовано в 2008 году. Хозяйство занимается производством растеневоческой продукции. Площадь хозяйства, площадь башни составляет 8 тысяч гектаров в обработке. Семь зерновые, масличные и бобовые. То есть у нас большое разнообразие культур. Не зацикливаемся только на технических культурах. В штате работает около 50 человек. Это механизаторы, разнорабочие работники тока. Виталий Ульянкин рассказал, что технический парк хозяйства постоянно растет. Для хранения и ремонта техники обустроена мастерская. Полноценное хозяйство с 8 с лишним тысяч гектаров земли. Что радует? Во-первых, пришли опытные люди, отец с сыном. Уже идет речь о нормальной передаче опыта, разумности, распланированности и перспективности на современные наработки. Говорит о том, что люди готовы здесь работать стратегически. Семья Ульянкиных заботится не только о работе своего КФХ, но и о быте односельчан. Так они планируют принять участие в ремонте школы. Пассивную помощь мы окажем, будем сотрудничать. И я думаю, что-то хорошее получится. По возрастному цензу люди не пожилые. Население и работающие в хозяйстве люди от 30 до 40. Это молодые семьи, это детишки, которым надо создать, конечно же, бытовое условие, чтобы это не были какие-то мигранты из других районов, из других сел. А все-таки это были местные жители, которые могли здесь работать, отдыхать. Школа находится в плачевном состоянии, однако отреставрировать здание вполне возможно. Здание, в принципе, как мы его посмотрели, хорошее, крепкое. Сейчас вместе подумаем, каким образом распределить функционал, где можно будет сочетать спорт, занятия, какие-то кружки, вплоть до отделения как клуба сделать. То есть соединить все в одном здании, чтобы это было наиболее функционально. Возьмем небольшой тайм-аут и подготовимся уже к реализации восстановления этого хорошего, добротного здания. Когда горожане, желающие переехать в село, узнают, что в Никольском Казакова нет школы, этот вариант они просто не рассматривают. Если все-таки здание школы отреставрируют, обустроив там и спортивный зал, и зал для культурных мероприятий, и помещение для кружков и секций, тогда и потянутся балаковцы в это село. С работой здесь проблемы не будет. Фермерское хозяйство к тому времени разрастется, а значит появится потребность в рабочих руках. Сможет ли все это стать реальностью? Зависит от местной власти. Как говорится, поживем – увидим.